Здравствуйте, в эфире программа «Смотрите, кто пришел». Как возникло название этой группы и правда ли, что Крутые Яйца вновь вернулись в музыкальную жизнь нашего города? Об этом и многом другом поговорим сегодня с лидером группы Крутые Яйца, а также автором песен Георгием Филипповым. Георгий Филиппов, больше известный среди череповецких музыкантов, как Гоша. Один из основателей группы Крутые Яйца, автор многих композиций, гитарист, вокалист. Необычен стиль, в котором творят Крутые Яйца, панк-рок, фанк-диско, как говорится, все в одном флаконе. С 2000 года группа не выступала и фактически распалась. Георгий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вы можете петь не только в душе, но и петь на публике? Когда это случилось? Даже не знаю, кстати, когда именно это случилось. Я в душе никогда не пел. Я сразу стал петь на публике. А кто были первые слушатели? Первые слушатели из класса, одноклассники в школе. Это были какие-то популярные песни или это было уже что-то свое, какие-то пробы? Это была, да, какая-то перемешка из того, что мы слушали на магнитофоне и того, что мы там сочиняли. То есть это вот одноклассники приходили, мы дома там у меня играли на самодельных гитарах, на барабанах и устраивали вот концертики. А как, вот с чего все это вообще начиналось-то? Ну вот, ну можно взять, наверное, инструмент, эту же гитару, да? Ну ведь, не знаю, ведь это же надо понять, как это разложить, по крайней мере, музыку. Ну, конечно, нет. Во-первых, изначально, конечно, были друзья старшие, старшие братья, скажем, не мои, но моих друзей, одноклассников же опять, которые уже, у которых был ансамбль, который поражал мое воображение. Что это был за ансамбль? Ну, это был ансамбль треугольник. Они играли в каком-то цеху, в общем, ну, интересные ребята, но они как-то так, скажем, известные по-другим немножко историям. Ну и вот, и, собственно, мы с одноклассником, с моим и решили, что все, мы группа, мы группа, мы группа, да, да, то есть это примерно класса с шестого я уже четко вообще знал, чем я буду заниматься в жизни. Сколько медиаторов было стучено, сколько мозолей было на руках? Да, да, это, кстати, такая тема серьезная насчет мозолей. Надо их заработать, надо заработать мозолей. А сколько вот времени уделялось именно вот репетициям? Вот тогда еще, в том школьном возрасте? В школьном возрасте? Ну, не знаю, но мы каждый день, наверное, да, что-то там играли, что-то такое, собирались. Ну, это же вообще вот так. Когда это стало уже делом жизни? Так, сразу и стало. То есть это все, не было, сомнений никаких не было? Нет, никаких сомнений не было. Я сразу же стал там паять какие-то микшеры строить, гитары и все, и пошел, скажем, в училище профессионально-техническое только по причине того, что туда можно было в ансамбль устроиться, попасть, да. А как возникла группа «Крутые яйца»? Группа «Крутые яйца» возникла. Ну, история какая? Название вот могу сказать, а как сама группа, просто это тоже такой очень эволюционный момент. То есть кто-то приходил, кто-то уходил? Ну, не то, чтобы кто-то уходил, как сказать, появлялись какие-то идеи. Там был как раз вот этот вот 91-92 год, вся жизнь на самом деле менялась, менялась и культурная, какое-то такое восприятие, в смысле окружающей среды. Тяжелое время непростое было. Да не то, чтобы тяжелое, на самом деле никакой тяжести такой особенной не было. Нет, в смысле давление, конечно, было всякое такое, но по причине этой внутренней легкости все было нормально. И просто появились какие-то идеи, которые нужно было воплотить. Вот была для этого группа создана, там именно был вариант, что обязательно должна быть певица и не одна. Это было как обязательная история, там определенное такое музыкальное направление, то есть определенные аранжировки. То есть до этого чуть-чуть другая была музыка, а тут вот именно такая. То есть это, как сказать, с расчетом такая веселая, как бы на грани может быть. Хулиганская. Ну, это уже, да, это уже как бы такая внутренняя, может быть, история насчет хулиганства. А так это вот веселая, позитивная музыка, потому что на самом деле тогда много было какого-то такого негатива. Все рок-группы ныли, стонали там, что-то у всех какая-то социальщина. А тут именно такая тема была вот, а нам все пофиг, мы все равно самые веселые и все. Почему тогда Крутые яйца? Крутые яйца. Ходил, в общем, группа уже как бы такая вырисовывалась. Название, ну, как концептуальное название. Сайгон. Приходил к нему, он тогда работал диджеем в этой самой, в пивнухе там на Беляева. Что-то мы с ним сидим, такие, вот группа там, тр-тр-тр-тр. Он такой, яйца. Я такой, яйца, черт, яйца какие, что за яйца. Вот, а потом, значит, к Сане Лепихину вечером мы с ним как раз тоже какой-то проект там, значит, мутили. Я говорю, вот, Сайгон предлагает яйца назвать группу-то. Он говорит, да, Крутые яйца. Что за Крутые яйца? Ну, Крутые парни. Парни, Крутые яйца. Ну, ладно, раз какой-то космос прислал такое название, значит, пусть так и будет. Ну, и в конечном итоге это, ну, где-то сработало. Название-то такое, Цыпля, что за Крутые яйца еще. Ну, вообще, да, интересно посмотреть. Ну, вот, вот такая история была. А потом, ну, на самом деле, был у нас прицел-то такой достаточно серьезный. Мы очень много работали, в смысле, очень много занимались, репетировали. Но в силу, опять же, какой-то внутренней свободы, и мы не все цели смогли достичь. Но, я знаю, что совсем недавно случилось очень знаменательное событие. Крутые яйца спустя много-много лет. Вернулись. Вы репетировали перед своим выступлением? Ну, да, да, конечно, мы вспоминали. Не столько, сколько, может быть, хотелось бы репетировать. Ну, по причине того, что все там что-то работают, какие-то семейные там дела. Ну, понятно, уже все, все обросли бы это. Да, 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 и цели немножко другие, не как там раньше были. Ну, что-то вот мы сумели отрепетировать. На самом деле, мы вот сыграли сейчас такой небольшой концертик там на Стальваров 24. Вообще, все удачно получилось, все очень хорошо получилось. Пришли друзья, сыграли для друзей концерт. То есть, такая дружеская вечеринка, скажем. Типа такой квартирничек. Ну, типа, да, этот дворничок, или как это сказать, во дворе, если... Вот, все, собрались мы, устроили замечательный дворничок. Крутые яйца. Ностальгия явно, что захлестнула. Будет ли продолжение? Ну, ностальгия-то не знаю, захлестнула ли тут. Ну, представьтесь... Тут даже не ностальгия, все на самом деле как бы... Ну, может быть, конечно, есть какой-то там элемент ностальгии, но на самом деле он вообще никак не мучает, это ностальгия, потому что все в современности происходит. А продолжение будет вот сейчас... Будет, верни, Сашу Лесика в этом самом... Где на Пушкинской... То есть, все, группа восстановилась? Ну, пока, да, пока сейчас запишем. У нас есть приличное количество песен, которые мы вообще даже не записывали, которые были написаны. Есть несколько новых там песен. А кто пишет? Ну, вообще-то... Сначала вот самый первый вариант Гарик принимал участие в написании текстов, ну, и музыки, да. А потом он это сказал, мне лениво, я не буду, и я один остался, я один все это пишу. То есть, и песни, и... Да, женские тексты пишу. Специально для Маринки. А сложнее что писать? Для женщины вот женскую партию выписывать или мужскую? Да вообще никакой разницы. В смысле... Ну, как сказать... То есть, женщин понимаете, да? Если что, там... Нет, ну, как... Конечно, на каком-то таком общем уровне, я же, как сказать... А ну, мы разговариваем, вот там то, все, педа, десятый, там... Ну, ладно, так, ладно. Не лезь мне в душу. Ну, какие-то такие вот фразы. Гоша, не могу не спросить, а все-таки вот музыкальное образование какое-то было, или все-таки это вот все вот на уровне самоучителей, друзей... Ну, как тут, на самом деле, конечно, официального образования музыкального у меня нет, но у учителя были очень серьезные. Один момент времени люди с двумя консерваторскими образованиями, люди с гнесинским училищем, меня учили прямо вот... Месяцами я с ними сидел вместе и поглощал. То есть, все равно для того, чтобы хорошо обладать профессией, вот именно, все равно надо... Конечно, школа, это очень важно, это в любом виде деятельности школа, это сила. Гоша, спасибо огромное за интервью. Удачи вам, удачи крутым яйцам. Я надеюсь, что эта группа еще себя покажет и встряхнет нашу музыкальную тусовку череповецкую. Удачи. Спасибо. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Не пропустите. Вашей встрече с очень интересным человеком. Пока.